8 марта повод поднять некоторые темы. Например, в Казахстане 96% населения имеют предрассудки в отношении женщин. Индекс гендерных социальных норм, которые мешают женщинам добиться успеха в политике и на рынке труда, рассчитали ФРООН. К слову, в мире этот показатель достигает 90%. Это говорит о том, что так называемый стеклянный потолок влияет на развитие прекрасной половины человечества. В чем суть феномена, расскажет Миру Эрджикьянова. Стеклянный потолок. Вы никогда не задумывались, почему каждая дискуссия на тему гендерного дисбаланса начинается именно с этой фразы? Сегодня мы специально приехали сюда, в сферу Нур-Алем, центральное здание прошедшей выставки Экспо, чтобы наглядно продемонстрировать этот феномен. Вот хожу я здесь, в самом низу, и устремляю свой амбициозный взор вон туда, на восьмой этаж. И мне все и всех видно. И кажется, что до карьерного Олимпа всего рукой подать. Но сколько ни бейся, стеклянные стены, их не пробьешь. А жаль, ведь призрачные высоты так и манят. Но подвернулся лифт, ну или, скажем, лестница, и добралась леди на шпильках до самого пика вселенной. Но смотреть вниз страшно. Нисколько от головокружительной высоты, сколько от устремленных взглядов. Оттуда, снизу. И устремлены эти взоры на самые заметные, отличающиеся от других объект, на женщину. В казахстанской политике, к примеру, женщина, увы, пока явление редкое. Министерское кресло занимает только Ахтотера Имкулова. В парламенте же доля прекрасной половины – 22%. Именно поэтому в докладе ежегодного экономического форума из 152 стран мира Казахстан лишь на 106 строчке. Процент же дам в советах директоров крупных отечественных компаний не превышает и 7. При этом, по словам экспертов ПРООН, женщины получают до 65% от гонорара мужчины на аналогичной должности. Вот возьмем Казахстан. В Казахстане, скажем, такие сектора экономики, в которых больше люди могли бы зарабатывать, и на самом деле зарабатывают. Это сектор нефтегаза, энергетики, финансов, сфера страхования, банки и так далее. И, естественно, чем выше должность, тем человек растет по карьерной лестнице, он больше зарабатывает. Так вот, ситуация такова, что мужчин в этих секторах намного больше. А вот в МСБ 42% женщин, но социологи призывают не верить радужной статистике, поскольку многие мужчины по разным причинам часто оформляют свой бизнес на жен. Гражданские активисты предлагают вводить квоты для обязательного присутствия руководителей женского пола. Но есть и другая полярность. Работающих в компаниях с западным менеджментом подобные меры оскорбляют. Мне кажется, что квоты не нужны, потому что я думаю, что в моей компании всегда принято мнение, что все смотрится по компетенциям. Умеете ли что-то делать или не умеете? И вообще не важно, кто вы по полу. Притом я, конечно, сама женщина, и за то, чтобы женщины участвовали. Но я думаю тоже, что выберят женщин просто потому, что они женщины. Это в какой-то мере даже оскорбление. Гендерный же дисбаланс в классическом смысле актуален только для крупных городов Казахстана. Остальная часть страны больше думает о доступе к господдержке. Например, среднестатистическая мать в регионах имеет трех-четырех детей. И для нее получение господдержки, пожалуй, единственный вариант достойного существования. Поэтому матери и вышли на митинги в прошлом году. После этого власти спешно повысили социальные пособия. С учетом последних правок максимальная выплата на 15 детей – 159 тысяч в тенге. При этом в риторике про соцвыплаты, особенно в Казнете, часто звучат призывы к более ответственному подходу к рождению детей. Но некоторые социологи обращают внимание на ответственность государства. Если женщины уже выходят на улицы с протестами и требуют у государства жилья, то это пересная ситуация. И к этой ситуации государство было не готово именно потому, что в 2000-е годы, в период экономического роста, оно мотивировано, рождаемо. В период экономического спада государство сняло себе обязательства по предоставлению вот этих социальных гарантий. Если вы мотивируете людей на рождение детей, то вы должны знать, что через 5, 10, 15 лет это очень серьезно ударит по бюджету. Эти две противоречивые по своей природе повестки четко указывают на экономическую составляющую. Что и определяет гендерную картину в Казахстане. Если женщины в мегаполисах, где в совокупности проживают около 4 миллионов человек, хотят расти по карьерной лестнице, то слабый пол в регионах сражается за право на поддержку государства. К слову, МЗП в стране 42,5 тысячи тенге, прожиточный минимум чуть больше 31 тысячи, а минимальная пенсия 38 636 тенге. Для сравнения, в экономически процветающем скандинавском регионе женщины не отстаивают свои права на многодетность. Там просто нет такой повестки. Они богаты и свободны. И если верить рейтингу счастья, то на первой позиции они и в этом плане. Получается, что все-таки экономика определяет как качество жизни, так и место женщины в обществе. Это подтверждают и международные политологи. По их расчетам, чтобы начать думать о высоком, надо в год зарабатывать по 13-15 тысяч долларов. В пересчете на тенге это полмиллиона в месяц. Мироя Ржикиянова, Айбол Садулов, Атамикен Бизнес.